Рейд сотрудников МЧС в этот раз пришелся на деревню Щатково. Первый дом по адресу Юбилейная 4 привлекает внимание не только правоохранителей, но и соседей. Говорят, здесь небезопасно. Уже на входе картина маслом. Пепельница возле кровати. Это же как раз причина всех пожаров. Самая-самая. Я не паю, не хуру. У вас пепельница стоит рядом с кроватью. Это и есть плохо. В одной с половин этой постройки, где и проживает Леонид Александрович, уже давно нет современных благ. Разобрана даже печка. Мужчина обещает, на зиму съедет в город к жене. Да и говорит, если потеплее одеться, в принципе, не холодно. Однако соседка сбоку уверяет, никуда он не денется, в морозы так и живет. Сама Наталья Грибовская уже четыре года не может найти себе покоя. Когда покупала эту часть дома, не предугадала скелет в шкафу. Теперь боится за безопасность внука. Это мое горе, сосед наш. Боюсь. Когда там сыну, еще к нему приходят, тогда я уже милицию вызываю, потому что там такие драки бывают ужасные. Ну, сейчас более-менее спокойно. Он живет один. Пока не пришла зима, нас не беспокоит. На Масловского, 65, уже с улицы видно, что топится печь. Хозяйка Елена Павловна в своем скромном жилище радушно принимает гостей. Говорит, к отопительному сезону подготовилась еще три дня назад. Тогда и начала пользоваться группкой. Пенсионерка правила безопасности знает. Без присмотра печь не оставляет и постоянно поглядывает за процессом. Вот только батарейку в пожарном извещателе не меняла лет пять. Сижу, ляжу в телевизор и наблюдаю. А то вдруг я кину, а в угольчики попадут. Ну, тут, вон. Штуток этот есть. Следующий адрес Масловского, 71. Здесь все как в старые добрые времена. Хозяйка Мария Шереметьева обид готовит в русской печи. Говорит, так блюдо получается намного вкуснее. Колоритно, но небезопасно. К отопительному сезону в этом доме совсем не готовы. В печи не заделаны трещины и не почищен дымоход. Сын Сергей уверяет, затопили только сегодня. Просто тестируют. Та же ситуация и в другой комнате. Маленький притопочный лист и поломанная дверка печи. К тому же отсутствуют извещатели, плюс еще и неисправная проводка. Но Шереметьевы обещают незамедлительно сделать работу над ошибками. Все мы сделаем. Извините, пожалуйста. И это вот на следующей неделе все будет сделано. Когда градус термометра идет на снижение, проверки сотрудников МЧС учащаются. Внимание инспекторы уделяют домам, которые оборудованы печками и котлами. Статистика доказывает, вопрос исправности отопительных приборов не стоит недооценивать. Если у граждан появляются вопросы или у них есть желание, чтобы пришли непосредственно к ним домой и подсказали, какие выявленные нарушения могут быть, для этого можно обратиться на телефон 112 с такой просьбой, чтобы инспектор государственного пожарного надзора выехал на место, обследовал домовладение и подсказал, если есть недостатки. Этот рейд в Щетково пока только профилактически. Но в каждый дом, где все-таки есть пробелы, огнеборцы вернутся. За повторное нарушение, к слову, жильцы могут получить штраф до 30 базовых величин. А это более 700 рублей. Кажется, устранить недостатки гораздо дешевле. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бавруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова